Привет, студент! Пока капризная погода за окном не дает покоя, я расскажу тебе о самых актуальных новостях студенчества. В эфире Универ Ньюс и с тобой я, Оскар Галимов. Сегодня в выпуске. Учим молодых журналистов. На мастер-классе эксперты поделились своими знаниями со студентами Казанского университета. Поговорим серьезно. С иностранными студентами провели профилактическую беседу. Какова судьба России? Этот вопрос регулярно мучает умы специалистов по всему миру. Какими бы ни были прогнозы, ясно одно. Будущее нашей страны немыслимо без высшего образования. Следующий сюжет яркое тому подтверждение. Студенты и преподаватели Казанского федерального университета получили уникальную возможность узнать, какое будущее ждет экономику России, пожалуй, самого компетентного источника. Глава постоянного представителя Международного валютного фонда в России Габриэль Ди Белла в рамках своего визита в КФУ продолжает небольшую серию лекций об актуальных экономических вопросах. На этот раз возможность подискутировать со специалистом получили студенты Института экономики и управления финансов на тему управления нефтяными доходами. Я рад чувствовать вашу заинтересованность, уже предвкушая результат данной лекции. Нам предстоит обсудить важный вопрос, который невозможно оставить без внимания – изменение цен на нефть. Я отмечу, что здесь самое главное не спрос, а предложение. Цены на нефть влияют на глобальное развитие. Я уверен, в процессе нашей встречи вы узнаете ответы на самые интересные вопросы, например, проблема государственного управления, конкуренция и конкурентоспособность стран. Активное участие в дискуссии принял ректор Казанского университета. Лидер вуза подчеркнул, чтобы повысить дальнейшее развитие экономики, государство должно вкладываться в образование. В данном аспекте особая роль принадлежит университетам. Потому что университет в тесную сегодня интегрируется с крупными бюджетообразующими компаниями. И мы видим свою роль в увеличении конкурентоспособности нашей компании. Та же компания «Хайер», придя на территорию, площадку набережных Челнов, первое, что она сделала, она обратилась к нам не только в области подготовки специалистов, но и создала у нас собственную исследовательскую лабораторию. Имея возможность опираться на мировой опыт, Габриэль Дибелла проанализировал действующие в российской экономике процессы и предложил практические советы. Аудитория для этого самая подходящая, рассуждая о перспективах развития российской экономики, логично обращаться к тем, кто будет стоять у ее руля через несколько лет. Адель Шамилова, Руслан Урозаев, Универгьюз. Мультимедийные СМИ, поиск себя в медиапространстве, продакшн-студия – это все то, что узнали в этот вторник студенты казанского журфака. Как это было, смотри в нашем следующем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также считает бывший шеф-редактор газеты «Бизнес онлайн». Так, 8 ноября студентам высшей школы журналистики и медиакоммуникации удалось побывать на уже еженедельном мастер-классе. В этот раз в роли приглашенных гостей выступили Ренат Белалов и Андрей Лебедев. Главной целью мастер-класса Рената Белалова было рассказать о практике и создании крупного мультимедийного СМИ, а также помочь студентам найти себя в медиапространстве. Без практики невозможно, но я все-таки больше за практику. Я честно скажу, я учился на журфаке в свое время тоже, но научился заочно. И у меня был сильный перекос в сторону практической работы. Я уже в курсе на четвертом был главным редактором газеты. Поэтому я и сейчас тоже всем говорю, независимо от формы обучения, заочно, на нем научились. То есть надо максимально возможное силу и время тратить на практику. Если взять стакан манной крупы, пять стаканов молока и варить, помешивая, получится манная каша. У опытной мамы каша выйдет вкусной, а новичку, скорее всего, придется довольствоваться манными комочками. Также продакшн – те же ингредиенты, рецептный результат разный. Так директор телестудии Альян ТВ рассказал о работе независимой продакшн-студии в современных условиях. Студенты казанского журфака в этот вторник смогли узнать не только о его устройстве и работе, но и том, что продакшн-студия является неотъемлемой частью любого канала. Весь мир строится по принципу такому. Есть телеканал, который сам производит исключительно новости, ну, может быть, еще какие-то аналитические программы, которые определяют лицо, политику канала. Все остальное заказывается у независимых продакшн-студий. К сожалению, у нас, вот в республике, эта практика не развита. В Москве уже давно так. У нас приходится с трудом пробивать. И мы, наверное, одна из немногих студий, которой как-то удается реализовывать эту практику. Мастер-классы становятся уже неотъемлемой традиционной частью Высшей школы журналистики и медиакоммуникации. Каждый раз студентам удается узнать что-то новое и то, что обязательно поможет им в дальнейшем будущем. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике Веб Ньюс. Завершился прием заявок на ежегодный конкурс таланта, грации и артистического мастерства «Краса студенчица Татарстана». Финал конкурса состоится 25 ноября в КРК «Пирамида». В Казани открылась первая в России школа поисковика. В новом учреждении будут учить, как поднимать останки павших воинов, не повредив их, безопасно извлекать из земли старые боевые орудия и правильно заполнять документацию. В Елабуке прошел отборочный тур на Кубах России по армейскому рукопашному бою. Всего в соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из Республики Татарстан и соседних регионов. В Казани с 11 по 13 ноября пройдет спартакиада авиационных вузов России. Участие в соревнованиях приняли студенты четырех вузов из Казани, Москвы, Уфы и Самары. КФУ и промышленный университет Санта-Дера приняли решение возобновить межправительственное соглашение о сотрудничестве вузов России и Колумбии. Хоккеисты клуба «Динамо» Казань сыграли в ничью в первый матч чемпионата России по хоккей с ничем среди команд Суперлиги. Матч в Кирове против местного клуба «Родина» завершился со счетом 3-3. Роль человеческого капитала и рост благосостояния страны обсудили на деловой встрече ректор КФУ и эксперт Международного валютного фонда Габриэль Дибелла. Студия профессионального озвучия «Беренча Студио» взялась за игру престолов. В ближайшее время команда озвучит на татарский язык весь первый сезон сериала. Через пару недель на Кремлевской набережной откроется новогодний сказочный городок. В этом году в городке поселят живых оленей и Деда Мороза. Все заметили, что СМИ все чаще поднимают проблему распространения идеологии экстремизма в обществе, особенно среди молодого поколения. Ведь именно они подвержены влиянию интернета. Иностранные студенты вдали от дома тоже подвергаются такой опасности, считают эксперты. Так ли это? Узнаем далее. Все чаще средствами массовой информации затрагивается проблема распространения идеологии экстремизма в обществе, особенно в среде, восприимчивая к чужому мнению или поддающемуся влиянию интернета. К их числу относятся и те, кто находится вдали от дома. Роль строгого родителя для иностранцев берет на себя руководство университета. Казанские федеральные делают для этого все возможное. Например, проводится ежегодное собрание студентов КУФУ и стран СНГ, Кавказа и Закавказья. Приехавший в другую страну обучаться, у него разная культура, разные традиции и есть определенные сложности в адаптации, но со стороны татарстанского народа, молодежи местной и вообще Казанского университета, таких различий не бывает. Кроме того, проводятся различные мероприятия как во всем Казанском университете, так и по всему Татарстану. К примеру, это День иностранного студента, Международный фестиваль. Казанскому федеральному обучается более трех тысяч иностранных студентов. Из них, например, около тысячи представителей Узбекистана. Для адаптации иностранных студентов в образовательной и общественной жизни вуза проводится множество мероприятий открытой молодежной секции клуба. С руководством КУФУ вуза все национальностями, все моими коллегами, лидерами, что Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, ну все абсолютно, все лидерами, очень хорошие и дружеские отношения, плотно мы работаем, чтобы хрупкий мир сохранить у нас в республике Татарстан. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Это были все новости на сегодня. С тобой был Оскар Галимов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!